Те, кто такого себе не пошит, по пальцам не глядят, жалок учил. Главное, чтобы, главное, чтобы, главное, чтобы костюмчик сидел. Главное, чтобы, главное, чтобы, главное, чтобы костюмчик сидел. Спасибо. Эмиграция наша, эмиграция. Я говорю, тёща Софья Генриховна, скажите, пожалуйста, не найдётся ли у вас свободная минутка достать швейную машинку и подшить мне брюки? Ноль внимания. Я говорю тёще Софья Генриховна, я до сих пор в неподшитых брюках. Люди смеются, я наступаю на собственные штаны. Не найдётся ли у вас свободная минутка достать швейную машинку и подшить мне брюки? Опять ноль внимания. Тогда я говорю, Софья Генриховна, что вы носитесь по квартире, увеличивая беспорядок? Я вас второй день прошу найти для меня свободную минутку достать швейную машинку и подшить мне брюки. Да, 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 да. Тогда я говорю тёще, что да, да, да. Сегодня ровно третий день, как я вас прошу достать швейную машинку. Я, конечно, могу подшить брюки за пять шекелей, но если вы, старая паскуда, волокли на мне эту машинку пять тысяч километров, а я теперь должен платить посторонним людям за то, что они подошьют мне брюки, то я не понимаю, зачем я вёз вас вместе с этой машинкой через три страны, чтобы потом мыкаться по чужим совершенно мордам? Ой, да, да, да. Что? Ой, да, да, да. И тогда я сказал жене, Лиза, ты моя жена, я к тебе ничего не имею. Это твоя мать. Ты можешь ей сказать, чтобы она нашла для меня свободную минутку, достала швейную машинку и подшила мне брюки? Ты хоть смотрела, как я хожу, в чём я мучаюсь? Да, 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 сказала Лиза. Что? Да, да, да. Твоя мать отбилась от рук. Да, да, да. И тогда я сказал тёще, Софья Генриховна, сегодня пятый день, как я мучаюсь в подкатанных штанах. Софья Генриховна, я не говорю, что вы старая проститутка. Я не говорю, что единственное, о чём жалею, что не оставил вас там гнить, а взял сюда, в культурную страну. Я не говорю, что вы испортили всю радость от эмиграции, что вы отравили каждый день. И что я вам перевожу всё, что вы слышите, потому что такой тупой и беспамятной коровы я не встречал даже в Великую Отечественную войну. Вы заметили, я вам всего этого не говорю, просто потому что не хочу вас оскорблять. Но если вы сейчас не надёте свободную минутку, не возьмёте швейную машинку и не подащёте мне брюки, я вас прибью сковородой, без оскорблений, без нервов, на глазах у моей жили Лизы, вашей бывшей дочери. Да-да-да, пусть Лиза возьмёт, что да-да-да, у вашей Лизы все руки растут из задницы, она себя пришьёт к кровати. Это ваше воспитание. Софья Генриховна, я не хочу вас пугать. Вы как-то говорили, что хотели бы жить отдельно. Так вот, если вы сию секунду не найдёте свободную минутку, не достанете швейную машинку и не подащёте мне брюки, вы будете жить настолько отдельно, что вы не найдёте вокруг себя живой души. И люди, увидев вас, будут переходить на другую сторону улицы. Вы же не можете достать швейную машинку и подшить мне брюки. Да-да-да, что да-да-да, всё, я на этом ухожу, я беру развод, я на эти пять шекелей выпью, я удавлюсь, я куплю детям мороженое. Вы меня не увидите столько дней, сколько я просил вас подшить мне брюки. Да-да-да, что? Я пошёл к Арону. Слушай, Арон, ты можешь за пять шекелей подшить мне брюки? Что такое, сказал Арон, что случилось? Что твоя тёща Софья Генрихтон не может найти свободную минутку? Достать швейную машинку и подшить тебе брюки? Может, сказала, конечно, может, но я хочу дать заработать тебе. Спасибо за внимание.